Всем привет! Вы на канале Максима Тимохина и сегодня ко мне попал аппарат Xiaomi Redmi Note 7 модель M1901 F7G. С проблемой заблокирован аккаунт Google. Изначально он был заблокирован на Mi аккаунте. В Mi аккаунт я обошел. Данную услугу вы можете заказать также у меня. Обход любого Mi аккаунта, Flyme аккаунта. Вот сейчас я вам покажу. Ну и после разблокировки Mi аккаунта соответственно у нас всплыла блокировка FRP. Так называемая Factory Reset Protection, защита от сброса настроек. Сейчас я вам продемонстрирую, что телефон действительно заблокирован на Google аккаунте. Подключаемся к интернету. Я уже подключился. Нажимаем далее. Пропускаем проверку сим-карты. Нажимаем не копировать. И видим, что нам нужно ввести пароль для разблокировки после сброса. Нажимаем использовать аккаунт Google. Идет проверка и видим, что чтобы мы не вводили, допустим, мы не помним логин или пароль. Нажимаем там далее. Не удалось войти в аккаунт. То есть и кнопочки пропустить у нас тоже нету. Вот. Далее для обхода возвращаемся назад до момента, до окна с подключением к интернету, с подключением к Wi-Fi сетям. Листаем в самый низ и выбираем новая сеть Wi-Fi. Сюда вбиваем что угодно, выделяем это. И у нас появляется здесь стрелочка. Ну, такой значочек отправить, поделиться. Нажимаем на этот значок и выбираем заметки. Выбрали заметки. Здесь у нас тоже есть такой же значок. Нажимаем у него и выбираем отправить как изображение. Далее. Так. Здесь выбираем добавить на карту. Нажимаем отмена. Закрываем эту заметку. Удалить запись. Да. И попадаем в гугл карты. Нажимаем на местоположение. Готово. Здесь пишем, значит, в путь. Точнее, нажимаем. И любой адрес вводим. Пусть будет там Санкт-Петербург. Вот. Нажимаем в путь. И переходим в навигатор. Нажимаем на кнопочку микрофона вверху, в правом углу. И произносим открыт настройки, если у вас выбран русский язык в настройках изначально. Ну, либо если выбирали английский язык, то произносим Open Settings. Нажимаем и произносим открыть настройки. Запуск приложения настройки. Так. Мы попали в настройки. Вот эту карту мы смахиваем вниз. Далее заходим блокировка и защита. Добавить отпечаток. И выбираем какой-нибудь пароль. Создадим, допустим, графический ключ. Понятно. Ну, вводим стандартный Z или любой другой, который вам понравится и легко запомнить. Все. Графический ключ мы ввели. Отпечаток нам не нужен, поэтому закрываем. И перезагружаем наш телефон. После перезагрузки нам будет предложено ввести графический ключ. Соответственно, просто вводим графический ключ. Нажимаем далее, далее. Не копировать. И вводим придуманный нам графический ключ. Вот у нас идет вход в Google аккаунт. Мы можем нажать уже кнопочку пропустить. Пропустить. Принять. Вход в ВМИ аккаунт. Ну, можете войти. Если вам, вы делаете для себя, то, соответственно, настраиваете телефон уже полностью под себя. Если же нет, если вы делаете там для друга, коллеги, там, для клиента, то, соответственно, ничего настраивать не нужно. Клиент настроит все сам. Нажимаем пропустить. Все это принимаем. Выбираем тему, любую тему. Нажимаем далее. Ну, соответственно, так же, что если вы делаете для себя, тут смотрите, какие приложения вам нужны, какие нет. Скачиваете, либо пропускаете. В данном случае все это пропускаем. Настройка завершена. Нажимаем кнопку далее. Ждем загрузки. Телефон у нас загрузился на рабочий стол. Соответственно, что делаем дальше? Если вы делаете это для клиента, опять же, нам нужно убрать этот пароль, графический ключ. Так, только это, по-моему, делается не здесь. Угу. Здесь подсказки должны быть. Нет. Нет. Вот что-то. Дополнительные. Где у нас эти блокировки экрана? Так. Так. Вот, ловка и защита. Видимо, здесь. Ну вот, да. Все. блокировку мы сняли также зайдем в телефоне значит модель ридми но 7 android 9 последнее обновление системы безопасности 5 07 2019 5 июля версия мире 1034 название модели m1901 r7 g в принципе все ну для верности можно еще сделать сброс настроек но по идее мы уже отвязали телефон поэтому принципе дополнительных действий никаких не требуется телефон полностью отвязан и можно отдавать другу коллеги клиенту смотря кто отдал телефон вот кому видео оказалось полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока